Всем сестренкам и всем братишкам привет! Сегодня наш герой блогер Анастасия Кей. Если вам интересно, кто на самом деле этот блогер, то оставайтесь со мной, а мы начинаем! Настя Кей 1986 года рождения всем стала известна как блогер, которая рассказывает про учебу за границей, как организовать свое пространство, о секретах написания различных ежедневников, а также как учить различные иностранные языки. Сейчас Настя живет в Европе, а точнее в Вене, а год назад ошарашила всех своих подписчиков тем, что поступила не АБЭ в какой университет, а в сам Гарвард. Мне недавно исполнилось 30 лет. Пару лет назад я начала задумываться о том, кем я себя вижу в 40-50 лет, в какой сфере хочу реализоваться, что для меня успех и что делает меня счастливой. Мне важно, чтобы работа была социально ориентированной, приносила пользу обществу. Зарплата не главное, хотя, конечно, мне нравится иметь хороший уровень жизни, но не могу работать только ради прибыли. Вот уже 2020 год подходит к концу, а Настя нас до сих пор не порадовала своим новым местом работы или каким-то градюнским проектом, о котором так воодушевленно рассказывала в 2016 году. Настя спокойненько сидит в Австрии, обустраивает свою новую квартирку и снимает блоги о любимых каналах на Ютьюбе. Анастасия Кей всегда очень тепло отзывалась о своих родителей. В ее инстаграме много постов с очень теплыми словами для мамы и папы. Это можно понять, родители это святое. Особенно, когда они тебе дали все, что ты имеешь в этой жизни, помимо самой жизни. Это прекрасную жизнь в Европе и даже, возможно, обучение в Гарварде. Просто папа Настя Кей, посол Белоруссии в Венгрии, Хайновский Александр Францевич. Кстати, именно поэтому Настя Кей, потому что на английский манер фамилия Хайновский пишется через K-H. Вот замечательное фото мамы и Насти, когда мамы был юбилей в 50 лет. А вот та же самая мама с послом Белоруссии в Венгрии в журнале «Дипломат» от 2017 года. Или вот мама Насти снова послом Белоруссии в Венгрии Хайновским Александром Францевичем на одном из культурных мероприятий. И тут даже в обнимочку. Или вот опять мама и посол поздравляют выступающих. Или снова мама и посол и опять-таки вместе. Или вот, допустим, мама Насти с женой президента Венгрии Анитой Херцег на выставке в посольстве Белоруссии. А вот и сама Настя на той же самой выставке, только уже несколькими днями позже. Обратите внимание, что и на самой фотографии Насти, и на фотографиях, где присутствует жена президента Венгрии, на фоне одни и те же стеновые панели. Да одни и те же даже светильники. Даже не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что это одно и то же помещение. Это не просто одно и то же помещение. Это одно помещение из года в год, где проходит эта выставка народного хозяйства. И где из года в год присутствует мама Насти Кей, а точнее жена посла Белоруссии в Венгрии. И частенько там встречается с женой президента Венгрии. Или вот один хороший пост в инстаграме Насти Кей, где она пишет о прекрасном выступлении и концерте Екатерины Соловьевой. А вот другая фотография, но с того же ракурса, которая находится в твиттере посольства Белоруссии в Венгрии. У меня вообще ощущение, что делал один и тот же человек. И подпись там о днях русской культуры в Будапеште. Но давайте теперь подробнее о самой персоне посла Белоруссии в Венгрии Хайновского Александра Францевича. Хайновский Александр Францевич родился 25 апреля 1970 года в городе Глубокое, Белоруссии. И снова одна маленькая поправочка на Настю. Вот смотрите, пост в инстаграме Насте Кей, где она с удовольствием поздравляет своего папу, что он стал еще на один год мудрее. И обратите внимание на дату 25 апреля. Начал свою карьеру Александр Францевич послом в Бельгии. Ну, опять обращаемся к истории. Что пишет сама Настя? 8 лет с родителями переехала в Брюссель. С 1997 года Александр Францевич работал послом уже в Венгрии. Окончив начальную школу в Бельгии, Настя с семьей снова переехала и уже в Будапешт. С 2003 года заместитель управления международной безопасности и контроля над вооружением МИД Белоруссии. Хочу вам сразу сказать, что это вообще-то серьезная должность в КГБ этой самой Белоруссии. Папа у Насти явно не рядовой чиновник. С 2012 года чрезвычайный и полномоченный посол Белоруссии в Венгрии, в Словении по совместительству. Последние шесть лет Анастасия провела в Любляне, Словении, а сейчас учится в Вене. Вся жизнь Насти повторяет полностью политическую карьеру Хайновского Александра Францевича. Александр Францевич также владеет несколькими языками, но это неудивительно для посла. Он владеет английским, французским, венгерским и даже испанским языком. Ну, для белорусских чиновников испанский язык не так часто встречаем, как, допустим, тот же английский, ну или французский. Первый язык я выучила в шесть лет. Это был испанский, который я учила с мамой, преподавателем испанского языка в УЗИ. Ну, еще на минуточку опять обратимся к инстаграму Настике. Вот, допустим, эта фотография, где она вместе с президентом Словении. У меня только к вам вопрос. Вы часто с президентами встречаетесь, даже если это не президент Америки, а президент Словении? Я лично нет. Я на 100% уверена, что Настя является дочкой бывшего посла Белоруссии и Венгрии. Почему бывшего, спросите вой? Да потому что с 2018 года батька Насти пошел на повышение. Так что мы больше, скорее всего, не увидим милых, приятных влогов из Венгрии и приятного, уютного родительского дома. Ну, если только папа сам туда не приедет. Батька у Насти теперь сидит по левую руку не абы где, и по левую руку самого министра иностранных дел Белоруссии. И заведует всеми консульскими отделениями по всему миру. Доча большого чиновника Настя Кей. Если вы были внимательны, то вы, наверное, обратили, что дата рождения Александра Францевича 1970 год. Дата рождения Насти 1986 год. То есть ему было 16 лет, когда родилась Настя. И 15 лет, когда ее зачали. А мама Насти 1975 года, то есть на 5 лет старше папы. И в 1986 году она была уже взрослой 20-летней девушкой. И это нормально. Ну, вот представьте те времена Советского Союза в Белоруссии, когда у вас 16 лет рождается ребенок, а вам тут поступать в университет на серьезную должность, а молодую семью и новорожденного ребенка нужно кормить. Редко у кого получается совмещать и работу, и учебу. Но Александр Францевич поступает в университет и очень удачно его заканчивает. И сразу после его окончания, прихватив жену и ребенка, они уезжают в Бельгию. Возможно, Настя является ребенком от первого брака мамы. Ну, если это не так, и мои предположения в корне не верны, то я могу сказать, что Александр Францевич однозначно мужчина. Еще на что намекает тот факт, что Настя является ребенком дипломата, это ее постоянные тревоги, ее постоянные разговоры о безопасности. Она не выдает никакие адреса, кроме кафешек в центре Вены. Дети дипломатов должны, конечно же, соблюдать кучу-кучу правил по этой самой безопасности. Особенно, если батя у тебя бывший КГБшник. Допустим, вот в одном из последних сторис Настя упоминает, что она была в бассейне, но его месторасположение она вам не скажет, потому что в целях безопасности. И единственное, что она может вам сказать, что это трасса А1 в Вене. На самом деле, вот этот бассейн и вот его адрес. Это обычный общественный бассейн. И найти его, кстати, очень несложно. Та же самая история с отдыхом в Греции, где она часто отдыхает и говорит, что она вам ни за что, никогда на свете не рассекретит свое место силы. Я все-таки думаю, это опять в целях безопасности. Но опять-таки, это остров Пафос, который очень любят русские туристы. Квартира Насти, откуда мы последнее время лицезреем ее уютные блоги про обустройство новой квартиры или про какую-то свою личную жизнь, находится в подозрительной близости к тому месту Вене, где расположены очень многие консульства разных стран. Я могу предположить, что и квартира, в которой она живет, является консульской. Да и вообще все квартиры, в которых она живет в Европе, являются консульскими. Сразу говорю, это мое личное предположение. Почему именно так? Потому что их очень большая сменяемость. Каждый раз, возвращаясь из поездки на 2-3 недели, мы лицезреем новую квартиру. Да и мебель, которую туда покупают, является мебелью Икеи. Совершенно одноразовой, которую забыл, выкинул и не жалко. Я вам напомню, что Икея в Европе являются одноразовой мебелью. Не как в странах СНГ. А вы знали, что Настя у нас училась в Оксфорде? Не знали? Ну, теперь точно знаете. Но почему-то ни в одном своем интервью, ни в одном своем видео Настя ни одного слова не упомянула про этот большой, знаменитый университет. Судя по тому резюме, которое было у Насти на одном из самых больших сервисов резюме и поиска работы, кстати, оно подозрительным образом не так давно оттуда удалилось, как только я начинала искать на нее информацию. Так вот, судя по этому резюме, Настя должна выпуститься в этом году из Гарварда. По факту получается, что у Насти окончен только один венгерский университет в сфере финансов. Но я сразу хочу сказать, без оконченной магистратуры найти приличную работу в Европе практически невозможно, особенно если это касается сферы финансов. Если ты хочешь найти действительно хорошую работу, то твое образование должно быть полностью посвящено одной сфере. Допустим, сфере финансов, как изначально было заявлено в Венгерском университете. И где здесь нейронаука? В Европе такое не поощряется, даже если у тебя есть диплом магистра самого Гарварда. Конечно, если цели найти работы нет, а есть цель пилить контент для своих подписчиков на основе учебы и всего, что с этим связано, это уже немножко другое. Гарвард. Ну, давайте для начала я вам ставлю прайс-лист, сколько стоит обучение в Гарварде, плюс проживание в общежитии, где Настя Кей, кстати, и жила. Но на минуточку получается 85,5 тысяч долларов. Сумма, хочу вам сказать, вообще немаленькая. Это около 7 тысяч долларов в месяц. Даже с доходами от Ютуба, даже с доходами от рекламы часов Веллингтон, ну никак не набирается у Насти такая огромная сумма в месяц. Это еще не считая обычных расходов и Настяных любимых путешествий, перелетов из Америки в Европу к родителям на новогодние каникулы, и все с этим связано. Ой, чую я все-таки, что здесь приложилась рука папы-чиновника. Гарвард – это не такой клуб для детей-богатеев. Там на самом деле нужно учиться. Это не как в России, что ты поступил в университет и точно знаешь, что тебе этот диплом дадут. В любом случае, учился ты или не учился, главное, что ты заплатил. Нет, в Гарварде так точно не работает. В Гарварде нужно учиться днем и ночью, и спать желательно тоже в самом Гарварде. Особенно в той сфере, которую выбрала Настя для обучения. Для примера возьмите Дашу Центнер, которая не так давно показывала нам видео, как она учится в Нью-Йоркском университете. Можно заметить, как просели ее ютубные влоги, видео и вообще ютубная жизнь. Потому что она постоянно училась. Она или в университете училась, или дома училась. И все видео, которые стали выходить намного реже, начинались вот бы выспаться. У Насти Кей вы хоть раз видели сам процесс учебы? Или, допустим, процесс написания статей? С учетом того, что Настин канал посвящен именно учебе и именно за границей. А где публикации, которые обязаны писать студенты? Их нет. Или их нам почему-то не показывают. Зачем постоянно пересказывать содержание книжек или статей других авторов? Почему бы не поделиться со своими подписчиками? Допустим, вот на таким магистерским проектом я сейчас работаю. Да можно даже без подробностей. Да и проект этот должен быть всего лишь один. Ну, максимум два. На всем протяжении учебы. А не прыгать с одного проекта на другой, как делает Настя Кей. При этом уверяя своих подписчиков, что она разбирается досконально в каждом именно проекте и в каждой теме. Это просто физически невозможно. Сюда же можно отнести и бесконечное количество изучений иностранных языков Настей. То огромное количество дорогущей литературы, которая постоянно мелькает в кадре. Те платные ссылки, которые Настя дает, что именно по ним вы можете найти все, что вам нужно для изучения этого или этого языка. На самом деле все это можно скачать бесплатно. То, чем сейчас занимается Настя Кей, это не изучение нейронауки, обучающей и образовательной психологии, а популяризация занимательной нейропсихологии с упоминанием различных книг. По изучению иностранных языков народов мира, проведение досуга, развлечения и даже любовные отношения. Это все не относится никак к профессиональной деятельности, которой Настя пытается уверить своих подписчиков. В этом самом резюме, которое было на том самом знаменитом сайте резюме, которое также почему-то исчезло, было написано, что Гарвард Настя оканчивает в 2020 году. Как, кстати, сделали ее многие одногруппники, которых мы видели в инстаграме или на фейсбуке самой Насте. Сделали они это в мае. Хоть немножко и в режиме онлайн из-за пандемии, но все-таки они бросили свои шапочки в воздух. А бросила Настя, вы это видели? Мы помним только один пост о том, что как она мечтала об этом. Но ни выпускного, ни награждения по зуму, ничего такого не было. Я не думаю, что Настя бы пропустила такой важный момент, как выпуск из Гарварда. Кстати, на минуточку, именно как Настя Кей, она была зарегистрирована в самом Гарварде. Возможно, это опять к слову о ребенке консула и вообще о всей этой безопасности, про которую мы так часто слышим. Я знаю, у вас назрел большой-большой вопрос. Кто же такой Роман, части тела которого мы лицезрели на протяжении долгого-долгого времени? Да вот он, голубчик. Сидит вместе с Настей на лекции по зуму из Гарварда. Роман не является официальным студентом Гарварда, в отличие как от Насти Кей. С ее же собственных слов она упоминала, что Рома брал только некоторый курс в этом самом Гарварде. Так почему же мы должны верить самой Насте, которая говорит, что она там училась? Шарфики и бутылочки с логотипами Гарварда, которые нам очень долго тыкали в нос на протяжении всего времени обучения. Я была бы больше рада, если мне дипломом, конечно, бы в нос ткнули. Если, по словам самой Насти, можно там не учиться постоянно, а взять только курс лекций или вообще стать волонтером в стенах самого великого Гарварда. И по сути не являться никаким магистром этого университета. А делать только это все ради прекрасного контента и самого факта, что я училась в Гарварде. У Ромашки, кстати, тоже было резюме на этом треклятом сайте, с которого оно также испарилось с момента, как я стала собирать информацию. На самом деле имя Ромы – Рома Храмов. Опять это к вопросу, что Храмов на английский манер пишется через Кей Айч, так же, как и фамилия Хайновская. Рома фигурировал в этом резюме как директор канала Настя Кей, директор YouTube канала. Еще меня заинтересовала вот эта фирма, которая была указана в его резюме. И так же было указано, что он там работает. Самое интересное, что эта фирма была зарегистрирована на его имя – Роман Храмов в городе Таллин, Эстония. Ну, про Рому на самом деле не очень много информации в интернете, как, допустим, о родителях Насти. Я все-таки думаю, что он также является консульским ребенком. Но в отличие от Насти не стремится быть популярным и не ищет у своих подписчиков одобрения. А живет своей спокойной и размеренной жизнью, где ни в чем не нуждается. Ну, а теперь еще про одну очень болючую точку сейчас на планете Земля. О той ситуации, которая сложилась после выборов Лукашенко в Белоруссии. Вот и есть пост, где одна из подписчиц спрашивает у Насти, почему вы никак не реагируете на эту ситуацию, на тот беспредел, который творится сейчас в вашей стране, в стране вашего исхода, там, где вы родились. На что Настя вежливо отвечает, что этот канал и вообще все, что она делает, связано только с учебой, сомнительной, и к политике не имеет никакого отношения. Очень грамотный ответ, хочу сказать вам. Настя не дура, чтобы плевать в колодец, из которого пьет. Если бы не режим Лукашенко, Настя бы у нас не училась в Гарварде, не жила бы в Нью-Йорке, не проводила бы время в венских кафе, или, допустим, не отдыхала в венской опере и не ходила на венские балы. Все, что имеет Настя, это именно благодаря тому режиму, который сейчас творит беспредел в стране. Ну и в окончании я хочу обратиться к вам с просьбой. Настя в себе открыла талант коуча. Она готова консультировать вас или кого-то из ваших родственников, как лучше пройти обучение, в какой университет лучше поступить. Напомню, что у нее единственный оконченный университет – это венгерский. А других оконченных университетов данных вообще-то нет. Но за консультацию она берет 80 евро. Хочу сказать, что некоторые профессоры в Европе за такие консультации о университетах берут 60-65 евро. Профессора, доказанные, с большим опытом за плечами. Но Настя себя считает выше многих профессоров. У меня таких денег, к сожалению, нет на эту консультацию. Поэтому я прошу вам накидать мне, кто сколько сможет. Хоть 1 рубль, хоть 5 копеек. И мы с вами соберем, и я смогу купить эту консультацию Насте. И посмотреть эту консультацию непосредственно в ее исполнении. Потому что мне очень интересно, как человек с одним лишь оконченным образованием, без каких-либо статей, а только лишь с рассказами, проведет мне грамотную, как она говорит, как коуч консультацию. А на сегодня это все. Я с удовольствием послушаю ваше мнение по поводу этой всей ситуации в комментариях под этим видео. А также не забывайте делиться этим видео. Потому что для меня это на самом деле самая лучшая поддержка. Чем больше людей увидит, как дети чиновников льют нам в уши всякую дребедень, тем, возможно, я и что-то исправлю, и в этом мире лжи и лицемерия будет меньше. Я на это все-таки очень надеюсь. До сих пор, кстати, надеюсь. Всем спасибо, что посмотрели. Всем сестренкам и братишкам пока. Субтитры сделал DimaTorzok